Ну скажите же, пожалуйста, как сильно вы любите вечерний эфир на теле-радиоканале Страна и ФМ? Я его просто обожаю, потому что здесь, в эфирной студии, как всегда, мы с Миш приглашаем гостей, которые так или иначе связаны с юмором. Всё так, всё так, дорогие друзья. Да, в этой студии, как всегда, мы, Майк Бойс. Маш новая. И сегодня у нас просто потрясающий год. Фронтмен, команд Квен Руден Юниверсити, хочу заметить. Да, о, в курс. Маша, да, инстаграм-блогер и шоумен Шевгия Ахатов, друзья, ваш аплодисмент. Привет, Шевгия. А ещё, а ещё, мы договаривались, что я обязательно скажу это в представлении. Там есть ещё регалий. Почти кандидат наук, экономических раз и завидный жених. Вот это мы должны особо подчеркнуть. Но пока ещё холостяк, правильно? Москвич. А, москвич, да, москвич, москвич. Прочтите же, без этого надо было начинать. Вы коллега, мы коллега с тобой. С Брянска понаехала. Но у меня сегодня прерогатива, да, друзья. Я задам первый вопрос вот так вот. Конечно, у нас гость мужского пола, мы так и договаривались с тобой. Да, Шевгия, мы каждый вечер, каждый будний день в вечернем эфире выясняем, как научиться относиться к жизни с юмором. Есть у тебя какой-нибудь секрет или лайфхак? Как ты справляешься с трудностями жизни? Ну, просто я всегда весёлый, честно говоря. Правда. Но мне никогда нельзя находиться одному. Я когда один, я начинаю загоняться. Ты тотальный экстраверт. Я так скажу, когда я остаюсь один дома, то я остаюсь только перед зеркалом. Я тренирую свои мышцы на лице и всё. Да, так, когда я один, я за монтажом сижу, а так я в компании, я всегда весёлый. Это вот всегда. Шевгия, а у тебя есть животное домашнее? Нет, кстати. Мне кажется, если было бы, он бы меня ненавидел. Я бы его затискал бы до смерти. О, а тебе нужно завести маленькую кошечку. Пусть она будет вместе с тобой, кстати, вот это прям реальный лайфхак. У нас дома была кошечка. И муж, когда монтировал, снимал напряжение, он её как раз-таки вот так вот поглаживал. И так, знаешь, очень приятно. Отвлекаешься от монтажа, всё, и дальше как будто с новыми силами. Шевги, завидный жених, хочет завести кошечку. Спасибо. По имени. А вот, кстати, о девушках, Шевги. Ты где-то прочитала, что ты не любишь таких суперярких, эксцентричных девушек, которые там перетягивают внимание на себя. Какие у тебя, например, представления о твоей идеальной супруге, может быть, твоей второй половинке? Ох, как бы сказать. А, смотрели фильм, как же называлось? Может быть, моя что-то длинная девчонка, как-то так называлась, как-то фильм, не помню. Я много таких фильмов смотрел. Шевги, дорогой. В общем, у неё вот, она такая блондинка, у неё каре. Ну, вообще, мне очень нравится каре. Я вот обращаю внимание на девушек с каре. Подожди, то есть для тебя важны внешние признаки, а не внутренние? Нет, нет, как раз таки вот, я тебе объясню. Я почему-то не замечал девушек с каре, которые очень яркие. Прямо вот так, да. Я таких никогда не замечал. То есть, типа, те, кто делают каре, это значит, априори, девушки такие тихие, покладистые, спокойные. Да. Да? Вот я почему-то на таких вырагался. Что-то среднее между мной и Машей вот такая должна быть прическа. Ну да. А мне вот интересно, если я постригу каре, мой характер изменится? Мне кажется, что нет. Я бы на тебя, кстати, внимание обратил бы. Обратил бы? Да. Потому что, ну, не каждая девушка сделает себя. Ребят, если я вам мешаю, я пойду кофе заварю. Миш, пожалуйста, выйди из этой студии. Дальше мы проиграном. Извини, но она замужем. Всё, оставайся. Да, ну ладно, мы об этом никому не скажем. Ну, окей, тебе нравятся такие девушки? Наверное, потому что ты темпераментом просто супер буйный, активный, яркий и так далее. На самом деле, ты вообще не активный. Я так скажу, я недавно был на Мальчишнике. Об этом можно признаться, раз ты здесь. Окей, прошу, Мальчишник. Да, и там, кстати, была очень красивая девушка. Ну, там они просто бывают, что... Бывают красивые, я согласен. Ну да, в общем, я такой человек. Я сам бы с ней никогда бы не смог бы заговорить. Но я на нее обратил внимания, но сам бы я с ней... Ну, не знаю. Ну, короче, не смог бы я. Но она с ней заговорила, и наш разговор затянулся где-то вот на 8 часов. Она с тобой шутками заговорила? Или как? На тебя вообще важно чувство юмора в девушке? Она попросила налить ей водички. И всё. Да. И мы вот начали общаться. Я думала, она начала с анекдотика, с какого-нибудь такого интересного. Нет, нет, нет. Маш, стандартный. Ну, ты не знаешь, стандартный 8-часовой разговор у кулера. Вот, собственно. Извините, я уже давно не знакомилась с парнями. Мне можно. Я с анекдот начинаю. Ребят. От меня сразу все, да, все отбегают, потому что думают, ой, она, наверное, слишком эмоциональна. С ней не будем дальше разговаривать. Ну, а вообще чувство юмора в девушке для тебя важно или нет? Кстати. Ну, кстати, да, я это люблю. Тебе нравится, когда вы с ней на одной волне? Когда она поддерживает твои шутки? Когда она, в принципе, смеется над твоими шутками? Маш, вот здесь есть разница. Понимает она твой юмор и смеется над твоими шутками. Это одна девушка, ты знаешь, да? А вот эта, ты с ней рядом стоишь, а она молотит по 100 шуток, как Маша. И тут ты как бы пытаешься вставить свою, понимаешь, вот эту незаметную шутейку. А не получается. Вот что для тебя? Ну, я очень люблю девушек с чувством юмора, да. Если, вот, меня это очень сильно притягивает, когда если девушка как-то очень пошутит, так, ну, именно в таком стиле, как я прям люблю женский юмор. Это, я сейчас пример не смогу принести. Чуть, я не отстану, это в каком стиле? Это интересно, в таком, как я люблю. Нет, просто бывает то, что девушки, ну, некоторые девушки, они очень плоско смотрят. Ну, короче, плоско шутят. Как бы это смешно, да, но это как бы и до меня тоже как бы могло бы дойти, но как бы только я это не сказал бы, да, это как бы очевидно. Но есть такие, которые так пошутят, я такой, нифига, как она до этого додумалась. И я вот ценю вот именно вот это. Я потому, что я же автор, я, пацаны, пишу шутки, пишу шутки. А потом некоторые девушки смотрят телевизор, смотрят КВН и такие, так это моя шутка. Нет, такого не было. А вот, кстати, ну, смотри, в основном в КВН участвуют, ну, команды мужские, правильно? А девчонки очень-очень редко. Как думаешь, почему? Именно из-за того, что они плоско шутят или они, в принципе, какие-то не смешные? Нет, очень много смешных девушек я знаю, которые могли бы в КВН и там достичь высокого уровня. Хотя вот есть женская команда, которая мне очень нравилась. Есть, есть. Раисы, правильно? Раисы, да. Да, Раисы, да. Ну, они все равно, это больше команда КВН. Ну, там есть вот пару девочек, которые реально смешные. Вот. И вот мне очень нравилась команда КВН «Свои секреты» еще. Это было в 2007-2008 году. Я затынулся, это высшая рига. Да, это, чтобы вы понимали, сегодня эти девушки в Comedy Woman. А, а кто из них, подожди, кто из них? Варнава. Они были в этой команде как раз-таки. Свои секреты, да. О, друзья. Ну что ж, мы тогда сейчас во время музыкальной паузы поделимся своими секретиками. Всех вспомним. А после песни обязательно к вам вернемся. Оставайтесь с нами. Друзья, снова здесь, снова с вами «Страна ФМ», наш вечерний эфир. И Шевгей Ахадов — это тот человек, та фамилия и имя, которое вы должны сегодня запомнить. Потому что Маш Новый, Майка Бойса, вы уже давно здесь знаете. Шевгей Ахадов — это и КВН, это и видеоблогер, сатирический, юмористический видеоблогер. Это и почти кандидат экономических наук, москвич, как мне неоднократно здесь подчеркнули, и завидный жених. Это, кстати, связанные два момента, обратите на это внимание. Да, ну вот, кстати, о девушках мы поговорили. Теперь хочется заострить внимание конкретно… Да, на парнях, Шевгей, на тебе. И на юморе. Просто ты как раз-таки сейчас являешься фронтменом команды КВН РУДН, именно Юниверсити. И просишь не путать с той командой КВН РУДН. Вас вообще, в принципе, сравнивают или нет? А я объясню. Ну, просто все спрашивают, почему Юниверсити? Что произошло? Ну, можно было бы, типа, так называть. На самом деле, просто произошел и брендик вуза. Он просто стал на международный уровень, вышел, вот. И поэтому РУДН Юниверсити. С тем нас составом все время сравнивают. Как бы мы даже не выходили и не старались, что-то не делали, нас все равно быстро не сравнивали. Да, да. Он был рядом, когда вот мы первый раз попали в высшую лигу. Вот он нам помогал. Помогал юмор писать, шутки? Или говорил, ребята, вот это выстрелит, а вот это не берите. Вот это работает, а вот это никогда не зайдет. Да, конечно. Нам это все объяснял, говорил, что этот зал больше ценит. И что для меня прям было очень странным, и я прям это до сих пор ценю. И Сангаджи, и Женя Донских, это есть РУДН, они сидели с нами в зале РУДН, репетировали. Это правда, это было до пяти утра. А у ребят как бы семьи... А это занятые люди. У ребят семьи, дети. И я это так тогда ценил, когда они нам помогали. Тем более, это они нам делали бесплатно. Как бы они нам просто помогали. А может быть еще были те люди, которые из старого состава хотели поучаствовать и в новом? Говорят, ребят, ну какая разница? Ну РУДН там, РУДН здесь. На самом деле мы хотели им предложить такую вот... Это у меня была такая мысль. Значит, команда не зная одному из участников того состава. Вот, но потом эта мысль у меня пропала. Маш, кстати, пока мы эту тему не заиграли, у вас репетиции проходят в РУДН, я знаю, прям в зале. Ну, у нас есть кабинет, аудитория такая. Она находится в отдельном здании, не в РУДН. Называется интерклуб, где творческая составляющая РУДН там находится. Вот могут ребята, которые, может быть, хотят чему-то научиться, хотят посмотреть на эту кухню изнутри, просто прийти на ваши репетиции, посмотреть, как это все варится и получается из этого ТВ-продукта. Сейчас я тебя подставил, я понимаю, но мне правда интересно. Чисто теоретически. Ну, да. Ну, вообще, мы это никогда не практиковали, но можно попробовать. Если у тебя есть какой-то датчик. Я набился, понимаешь, я набился вместе с тобой, Ваша. Я бы с радостью посмотрела, потому что это действительно очень интересно, что именно доходит до телесъемки. Я знаю, что очень многое, собственно, остается за кадром, да? Не все пропускают, что-то там по цензуре, да, не проходит. Ну, вот как вот в соотношении... Принцип, какой принцип? Да, и в процентном соотношении. Вот, например, 100% это полностью Ваша программа, а в эфир выходит там сколько? 50 на 50 хотя бы выйдет? Даже 15. 15 только выйдет в эфир из всей программы. Вот это да, ты представляешь? А тогда какой принцип, по которому вот эти 85 оказываются за бортом? То есть вкусы? Лишь. Либо есть какие-то, я бы сказал, либо есть какие-то совсем табуированные темы. А, политическая тема, допустим. Либо какие-то нецензурные вещи пограничные, вот по шлевке ремня то, что идет, да, и чуть-чуть опускается ниже. Но все-таки этого, наверное, не 85%. Действительно ли это упирается во вкус редакторов, которые говорят, слушайте, а вот мне не нравится, а почему, а потому что? Да, да, такое... У нас даже был такой случай, когда редактор сам смеялся, ему нравился наш музыкальный номер, но один из редакторов сказал, я очень боюсь, что Масляков это не поймет. А у меня жена и дети дома. Поэтому важно. Ну, я знаю, что вы сейчас на время приостановили свое участие в КВН, правильно? Ну да, мы же... Или вы готовитесь к новому сезону? Как сейчас дела обстоят? Ну, мы не то, чтобы готовимся, но мы, возможно, поедем на фестиваль сточинский. Но это пока точно тоже, точно не буду говорить. Тут самый главный вопрос, который мы бы не смогли, Маша, с тобой задать, если бы сейчас ребята играли. Абсолютно провокационный, наглый. Так, давай. КВН... Это стандартный вопрос, который всем задаю КВНчикам. Не зарабатываем. Нет, это мы и сами знаем. КВН уже не тот? Нет, ну, само собой. Конечно, не тот. А в каком смысле не тот? То есть, Тору ДН, которое ты смотрел, ту команду, которую ты видел, наверняка у нее учился, смеялся. И когда ты пришел и говоришь, да, я буду заниматься тем же, не было ли вот этого чувства разочарования? Сейчас, да, было. У меня было разочарование. Именно когда я вышел, дошел до телевизора, я разочаровался немножко в КВНе, потому что до телевизора я с КВНа кайфовал. Да. Я помню, мне как-то Ваня Пышненко сказал, это было в 2012 году в Лиге по Волжье, когда мы вышли в финал Сентальной Лигы по Волжье. Он был у нас вчера. А, да? Как раз таки, да. Он мне тогда сказал, ребята, то, что вы сейчас делаете, вы сейчас кайфуете от КВНа. В телеке такого не будет, поэтому кайфуйте сейчас. И я такой, я его не понимал. Говорю, да что ты? Вообще, о чем ты, да, друг? О чем ты? Я говорю, чувак, что ты несешь? Ты на первом канале выступаешь и не кайфуешь, хочешь сказать? А потом, когда я уже попал на первый канал, я уже, вот сказать честно, я уже с первой игры, я уже не хотел играть в КВН. Настолько прям он все изнутри прям тебя убивает. Репетиции эти, бессонные ночи. А есть ли какие-то еще интриги? Подковерные политические игры, вот эти вот серые кардиналы. Как там борьба между командами разворачивается. Подсыпывают стекла в ботинки перед выходом. Как большому балерин. А я, кстати, объясню, почему КВН не тот. У меня, кстати, есть еще своя такая мысль. Да, кстати, мне кажется, никто даже об этом не говорил. А я скажу. Раньше КВН редактировали минимум за месяц до игры. Редактировали за месяц. А последние уже лет 7, либо 8, КВН редактируют за неделю до съемки. И за эту неделю твой сценарий меняется 50 раз. И получается уже совсем новая программа, да? Совсем новая программа, которую ты даже не успеваешь толком отрепетировать, отточить те моменты, где можно, в принципе, дописать шутку. Но ты просто туда вставляешь фразу, которая просто повернет сюжет, чтобы было все правильно. Все, Шевги, нет, я не хочу это слушать. Вот на этом ставим многоточие. Какие еще секреты мы обязательно узнаем после того, как послушаем музыку, посмотрим клип. Шевги нам расскажет. Ах, как же нравится мне наш сегодняшний гость, друзья. У нас интересно не только во время эфира, но и за кадром не менее. Итак, давайте еще разок его представим. Сегодня у нас в гостях фронтмен, команд КВН, РДН, университет, инстаграм, блогер, шоумен Шевги Ахадов. Вот как раз таки на инстаграме на твоем я и хотела заострить внимание. Знаю, у тебя есть два профиля. Один лайфстайл, правильно, а один, собственно, твой, получается, куда ты вымещаешь свой весь основной контент. И там у тебя уже более трехсот тысяч подписчиков. Это так? Да, абсолютно. И ты специализируешься, ну, ты начал с того, что начал вставлять в известные фильмы себя. Очень скромный ход, абсолютно непредужденный. Из КВНа, кстати. Вот это классная фишка, да, расскажи, как вообще, откуда пришла она, как ты понял. Я так скажу, я увидел этот ход у команды КВН «Луна» в шестом году. Да, в шестом году. То есть это даже не в вашей команде было, а ты его позаимствовал. Я сейчас скажу, я увидел этот ход, но там он не был диалоговый. Он был просто под музыку и с этим. И мне стало интересно, а что было бы, если были бы прям диалоги, известные прямо, вот фильмы диалоги идут, и ты прям ведешь диалог. Да, да, да. Ты, в принципе, знаешь, что он ответит, а ты просто под это свой текст напишешь. То, что он ответит, это будет смешно. Вот, и тогда я увидел этот ход и сказал, я бы сделал бы лучше. И у тебя это получилось? Наверное, да. Скажи, первое видео, которое ты выместил, сразу набрало огромное количество просмотров или пришлось потрудиться? Нет, я очень долго мучился, на самом деле, с этим. Я сейчас расскажу, как это было. Я вообще, я же постоянно пишу юмор, вот это все. И мне этот двоюродный брат мне посоветовал, закидывай эти видосы в Инстаграм. А я их в КВНе только показывал. Он мне сказал, слушай, смешно же, закидывай все в Инстаграм. Я начал закидывать в Инстаграм. Там, ну, особо подписчики не росли. Вот. И, а я такое подумал, может мне тогда какому-нибудь блогеру... Коллаборацию сделать. Да, стать хотя бы его автором и плюс при этом коллаборацию, как бы, ну, подписать ему что-нибудь. Я написал Гусейну Гасанову, но как-никак земляк свой. Да. Все-таки у коренного москвича есть земляк Гусейна Гасанова. У Гусейна Гасанова, на секундочку, уже, по-моему, больше пяти миллионов, да? Да, да, да. Да. Он, к сожалению, он, нет, к счастью, он прочитал, к сожалению, не ответил. Не ответил. И прошло буквально четыре часа. Так. И мне позвонил Паша Микус. Так. Знаете, да, Паша Микуса? Ну, давай для тех, кто не знает. Я сделаю вид, что знает. Может быть, да, не все зрители, слушатели знают. В принципе, это самый первый инставайнер в России, у которого за миллион подписчиков. Все, теперь все знают. Да, продолжай. Он мне позвонил, я не знаю, откуда он нашел мой номер, хотя я знаю, он уже у моего друга его намутил. И он сказал, что мне жутко нравится то, что ты делаешь. Я смеюсь с твоих видосов, хочу с тобой снять что-нибудь подобное. Он сам тебе предложил, нераскрученному блогеру, слушай, это просто какая-то манна небесная. Вот это реально, это когда мне Гусейн Гасландус сказал, ну, как он мне не ответил, да. А тут прошло 4 часа, мне Микус позвонил. Это знаешь, когда закрылась одна дверь, сразу же открылась вторая. Да, да, вот именно так и произошло. И, а, кстати, вот, почему, кстати, это произошло? Почему, Шевгер? Я объясню, потому что я даже снимал и делал вопреки тому, что у меня даже было мало подписчиков. Я просто это делал. Ты просто горел этим. Да, я просто это делал. Шевгер, вот ты назвал столько сейчас фамилий, имен, инстаграм, вайнер, это все классно, здорово. Ты скажи, чтобы у тебя, подписчики, росли свой инстаграм, чтобы сразу сейчас все вошли. Да, назови свой инстаграм, чтобы к тебе наши зрители слушали и подписались. Она же собачка, а далее? Да, S, как доллар. H. Так. E. Так. V, как римская 5. Так. G. Так. Можешь сразу все. Шевги. I. А, все, друзья, очень просто. Слушай, ну вот мы, собственно, всегда с нашим гостем играем, и я подумала, почему бы не совместить наш конкурс с фильмами? Ты же с ними связан напрямую. Ты же, собственно, вставляешь себя в эти фрагменты. Я в русский киноман, я смотрю все фильмы. Скажи, и ты много знаешь ли фраз известных из кинофильмов? Ну, наверняка. Какие фильмы? Советские или... Подожди, и советские, и голливудские, в том числе американские, вообще абсолютно разные. Ты же не только в русские себя вставляешь. Да, да, ну я думаю, да. Давай попробуем. Я сейчас буду тебе задавать фразочки, а ты должен подумать и, собственно, ответить, из какого они фильма. Да, ну и желательно, какой это герой. Шевги, у тебя есть подсказка зала, я вообще не знаю этих фраз, как всегда. И звонок Миши. И звонок Миши есть. Да, поехали. Начнем с разогревочки. Очень простая. Не буду думать об этом сегодня, лучше подумай об этом завтра. Подожди. Вот скажи, я не знаю, реально, я не знаю. Ну, сразу скажу, это говорила героиня. Это не мужчина, это девушка. Давай так и носим. Это советское кино, да? Нет, это не советское. Почти. Это очень старое. Очень старое. Да, вот сегодня на улице у нас ветреный очень ветер дует, сильный ветер. Всех уносит. Ветром всех в Москве уносит. Ах, лучше не буду думать об этом сегодня, лучше подумай об этом завтра. Она такая в кринолине хлопнула дверью и ушла. Нет, я не знаю. Все, даешь, все, окей. Это унесенные ветром. Ты знал? Ну, конечно, я же сказал, унесенные ветром. Это моя любимая фраза, круто. Давайте по советскому кино, я больше... Нет, давай не только по советскому, но есть простые фразы. Я собираюсь сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Это все смотрели, однозначно. Тарапам-пам. Ты уже знаешь? Да. А, плёсный отец? Да, конечно, Марлон Брандо, конечно. Браво. Да пребудет с тобой сила. Да, но это точно все знают. Мне надо устраиваться на кинопередачу. Мне кажется, этот стул затормаживает мышление. Нет, он был маленький зеленый с ушами. И не чебураш, это не болезненный чебурашка. Это его брат Грибут. Да пребудет с тобой сила. Гарри Поттер? Практически. Маленький зеленый совсем будущего, совсем будущего. В далекой-далекой галактике. Все звездные войны. Правильно. Мастер Йода, конечно. Сказать честно. Сказать честно. Да, я, вот, я, даже мне не стыдно признаться, я ни разу не смотрел Звездных войн. Серьезно, ты не вставлял себя еще в этот фрагмент? Нет, я даже, я просто, мне все сказали, что нужно начинать смотреть с третьей то ли части, или с четвертой части. Нет, зачем с первой? А зачем? Вы что-то говорили, чтобы понять? Ну, подожди, там же приквел, приквел, приквел. Я бы, нет, вы все не знаете, быстро вам скажу, абсолютно, прям быстро, оперативно. Четвертая часть его снимали. Четвертую, пятую, шестую сняли в 70-х, 80-х. Да. А потом доснимали в 90-х, 2000-х, первую, вторую, третью, и сейчас с ним сняли шестую, седьмую. То есть, но, чтобы понять цельность сюжета, смотри с первой, вот и все. А, да. Конечно. Продолжим, друзья. I'll be back. Ну, терминатор. Ну, естественно, вот видишь, все ты знаешь, а только притворяешься. Ладно, ты хотел что-нибудь из советского? Я вот все думала, как это носы целоваться не мешают. А теперь вижу, не мешают. Как это носы нам целоваться не мешают? А теперь вижу, не мешают. Вот это, вот это я не знаю. Здесь на меня можешь не смотреть. Друзья, 61-й год. Нет, нет. Я смотрел в это время «Звездные войны». Возможно. Девчата. Да, был такой фильм, наверняка ты смотрел. А вот эту фразу ты точно знаешь. Я требую продолжения банкета. Ах, какая же знаковая фраза. А, ну это Иван Васильевич меняет профессию, не это? Да, молодец, бинго. Ну и давайте какой-нибудь финальный, правильно? Самый. Господин назначил меня любимой женой. О-о-о. Зульфия, открой личико. Там было. Ну, это. Как его там? Солнце. Да, солнце пустыни. Как же называется это? Которое какого-то? Белое солнце пустыни. Грандиозно. Слушай, ну все ты знаешь. Молодец. По советскому кино, да. Я любитель российского кино. Именно того. А какая у тебя, кстати, лента самая любимая из российского кинематографа? Так. Ну я очень люблю... Кайдая или что? Да, вот. Я вообще его обожаю. Да. Обожаю все фильмы с Никулиным. О-о-о. С Мироновым. Тоже вообще... Я считаю, вот тогда мы так классно снимали кино. Да? Да. Друзья, давайте сейчас мини-фильм. Знаешь, такой короткометражечку тоже посмотрим. Да, музыкальный. Да, музыкальный клип и песенку. Страна ФМ. Ну и, конечно же, Шевгей Ахадов. Он никуда не ушел. Он все еще здесь. Ну и, как всегда, конечно же, с вами Маш Новая. И Майк Вольф. Шевгей Ахадов, быстро говорим. Это КВНчик. Раз. Это Вайнер. Это Инстаграм-блогер. Это два. Это завидный жених Москвич. Это три-четыре. И, конечно же... Шоумен, он просил заметить. Ведущий. Ведущий. Да, я ухожу, не говорите, я ведущий. Но, что самое интересное, он ведет только у своих друзей. Поэтому у вас нет шансов. Маша, забуду спросить, это важно. Вот сейчас Маша перейдет к своим вот этим хихонькам-хахонькам. Там это все, конечно, интересно, но у меня серьезный вопрос. Все вот это, о чем мы с тобой говорили. Кандидат экономических наук. Скажи честно, это план Б? Наук? Кандидат наук? Да. Нет. То есть зачем это? Как это вяжется с остальной юмористической историей? Зачем это? Что это? Тебе сколько лет сейчас? Мне 30 лет. И у тебя есть военный билет? Да. У меня его нет. Вот тебе ответ на этот вопрос. Я думала, он сейчас скажет, да я хочу пойти в науку мыслителям, открыть там что-нибудь, изобрести. Пообщаемся после эфира на эту тему. А тут все просто. Ну слушай, у тебя будет обеспеченная старость, я тебе скажу. От этого же там может прибавка к пенсии какая-нибудь. А вдруг ты там станешь еще педагогом, каким-нибудь председателем. Я не хочу, не хочу, не хочу. Если педагогам там как что-то снимать, свой вкус, как бы я своим вкусом, своим видением могу поделиться. Ну вот мне нравится, что у тебя есть свое видение, свой вкус. Ты сам монтируешь, ты сам снимаешь. Ну или друг тебя снимает, правильно? Ты никому это не доверяешь. Почему? Ну знаешь, было интересно, я начинал один. Я ставил камеру на штативе, да. И все снимал. И самое что прикольное, я фокус еще настроил. Я стоял, снимал, стоял здесь. Смотрел, возвращался к камере, смотрел. Так, я тут не в фокусе. Нужно еще так подыграть. О, это очень муторно, я представляю. Скотчно, по-моему. Вот этот крест. Ну подожди, потом команда твоя разрослась. Появился какой-нибудь еще дополнительный человек? Да, у меня появился оператор, очень хороший оператор. Его зовут Фармин. Привет ему передаем. Да, если он слышит, Фармин, ты самый лучший оператор. Кстати, он же еще снимает Иди Галич, Настя Ивлеевой. А, это тоже была у нас в гостях. Минутка рекламы. Если кому-то нужен хороший оператор, тут я уже не могу, я тут откровенно уже, пожалуйста, Фармин, связывайтесь с сниманием. Ну смотри, но ты выступаешь именно как, ну можно же тебя назвать режиссером и продюсером своих съемок, правильно? Ты же все придумываешь, ты пишешь, ты никаких других авторов не привлекаешь. Нет, очень редко мне помогает Игорь Ким. Когда я уже не вывожу, допустим, по каким-то там заказам, которые мне нужно будет как-то там закрыть, я скидываю ему, он закрывает и я уже это снимаю. Слушай, а вот интересно, в Инстаграме как это все получается? То есть ты должен каждый день что-то выкладывать? Или у тебя есть некий график там, раз в неделю я там в четверг обязательно должен выложить видео? Как это работает? Вообще, да, у меня стоит такой график, я хочу выкладывать в понедельник-четверг, вот. Но не всегда получается соблюдать именно этому графику. Ну не получается вообще, да. Ну понятно, да. Просто работа появляется, да. Вдохновение, творчество, оно такое, нет? Нет, тут даже, чтобы ты понимала, у меня 20 нереализованных идей, примерно вот так, да. Которые просто я хочу, если делать, то делать красиво. Я не хочу делать тяп-ляп, снять его. Да, ты перфекционист. Объясню почему. Потому что я это выкладываю один раз, не 50, я это выкладываю один раз. И люди это будут пересматривать. И я даже сам, когда буду пересматривать свой ролик, я буду понимать, ну почему ты это снял быстро? Нет права на ошибку, да? У тебя что, не было времени, ведь, ну... Можно было еще фокус подкрутить чуть-чуть. Да, и поэтому я уже так отношусь уже к своим всем, я начинаю до конца добивать. Но бывают такие вещи, когда там стоит лимит по времени, допустим, как вот рекламный ролик, нужно его сдать вовремя. Там я уже, когда я не успеваю там добить уже по юмору, я уже там не то чтобы делаю как тяп-ляп, но стараюсь выжать максимум за этот короткий промежуток времени. Слушай, ну вот у меня вопрос. Все, кто нас сейчас слушают и смотрят, может быть, кто-то из них тоже хочет начать снимать какие-то вайны для интернета, для инстаграма. Вот с чего им начать? У них там нет под рукой какой-то профессиональной аппаратуры, что нужно взять, как там встать и так далее. Я так скажу, главное начать и все. Главное начать. Должна быть какая-то креативная идея или, в принципе, ты можешь говорить о чем хочешь? О чем хочешь? Я так скажу, если ты сам по себе интересный и ты так считаешь, что ты интересный, вот тебе камера, докажи. А, вот это хорошая, кстати, постановка вопроса. Докажи. Потому что, может быть, ты не настолько интересен окружающим, насколько ты кажешься самому себе. Да, просто я так скажу, да, некоторые люди, они, я даже уверен, даже те, кто меня сейчас даже слушает, возможно, я вам хочу обратиться. Ребята, вы иногда думаете о том, что нет, я не такой, какой на самом деле нужен или какой-то смешной. И я так скажу, если ты это не попробуешь, ты это не поймешь. А когда ты попробуешь, ты поймешь то, что можно сделать еще лучше. И с каждым разом у тебя будет лучше и лучше, и ты добьешься. Шевгит, тебе надо выступать с мотивационными лекциями. У тебя это здорово получается. Это один из 20 нереализованных проектов, Шевгит. Я так скажу, просто когда я начинал снимать, у меня, ну, я не скажу то, что у меня прям было сразу много подписчиков, хотя у меня ролики были реально достойные и смешные. Я даже их начал перевыкладывать некоторые. Ну, чтобы когда уже аудитория выросла, да? Некоторые люди даже не видели этот ролик и писали то, что офигеть, это так смешно, это так круто. А он где-то там внизу лет. Ты дорос до этого уровня, когда ты делаешь ремастер вот это, by ChefGee, ремастер-запись. Мне, кстати, мама звонит. Сейчас прям? Так, подожди, мы должны... Да, я не отвечу. У нас блиц, у нас финальный блиц сегодня будет. У нас финальный блиц, конечно же, конечно же, будет мы... Очень-очень быстро, смотри, у нас есть всегда в конце программы такая специальная рубрика, когда мы быстро-быстро задаем вопросы. Мишка, готов? Погнали. Давай, поехали. Для меня самое в жизни... Самое важное в жизни это? Самое важное в жизни? А самое важное в жизни? Да. Родители. Так. Идти по жизни с юмором это? Моё кредо. Отлично. Если бы сейчас был не 2018, а 2018 год, что бы ты делал? Завёл бы Инстаграм. Молодец. На дериве расписывал. А 2018? Ой, я не знаю. Сложно сказать. Подумаем над этим позже. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым Шевги, я скажу своим праправнукам... Снимайте видосики в Инстаграм. Шевги, если бы не юмор, ты бы сейчас... Работал бы в офисе. Если бы одной шуткой можно было спасти жизнь человеку, что бы это была за шутка? Вот о этом вопросе, да, друзья, мы всегда и заканчиваем, потому что Мишка любит ставить гостей в тупик. Спасибо огромное. Сегодня вместе с нами был фронтмен, команда КВН, Руден, Юниверситет, Инстаграм, блогер, шоумен Шевги Ахада. Спасибо огромное. Спасибо, Шеги. И тут я аплодисменты добавлю просто. Спасибо.